здравствуйте вновь на канале после длительного перерыва видео и это doom 2 авторская карта лалабай не помню точно как это произносится но не суть давайте посмотрим что это и мы видим здесь нашего героя он рыхнет и мы находимся в его сне и давайте посмотрим что за сны он видит и сны эти прекрасны только посмотрите на это также заметно что мой тостер не сильно хорошо увозит на этот сон но это ненадолго как только мы уйдем вот в этот дворец все будет прекрасно поверяю вас для начала вам нужно преодолеть этот платформинг и должен отметить что автор этой карты не ненавидит человечество и не наказывает за то что мы платформинг заруиним и просто если упасть отсюда то мы репортируемся в начало но кажется у нас все получается и здесь мы видим двух привратников которые почему-то без ливреи за это мы их расстреляем и нажав эту кнопку получим доступ сам дворец по видимого прекрасного братства а также то что здесь демоны и мы подружим их друг с другом чтобы они сделали за нас всю работу сейчас могу справиться с этим холлайтом и мы натравим на него другого давай отлично пока они тут заняты мы расстреляем таких ребят и посмотрим кто выиграет это явно будет холлайф отличная работа возьмем персерк почему бы и нет и нажав эту кнопку мы получим доступ к вкусностям частности к этим пушкам и здесь у нас есть два пути на выбор можем пойти куда угодно карта не линейная но всего лишь на собрать их к вещам я предпочитаю туда пусть сначала так как мне кажется что по сложности он наиболее легкий это будет интереснее с наблюдать мы попадая вас такую библиотеку весь монстрики и обычно люблю стравливать как а демонов с этим пауком потому что он стреляет повсюду и так или иначе в них попадает ну и потихонечку будем сами отстреливаться отлично мне кажется в этот раз они его загрызут обычно рахно троном шанса не оставляет но посмотрим как будет сейчас да отлично добиваем выживших соберем боеприпасы и когда мы нажмем вот этот переключатель то вот отсюда и отсюда повалят монстры так что приготовим ракетницу и встретим их достойно стараясь не наполучать при этом и это было опасно клинка перемещаемся не даем себе загнать в угол мне интересно банку бы помогут несколько с баронами ну кажется да они что-то делают быстрее будет их расстрелять ой 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 отлично далее мы открываем проход себе дальше с помощью вот этого переключателя он нам дает открыть вот эту дверь здесь есть тимпы и пинки рука вот так вот потихонечку устраним пока не будем вваливаться в комнату вы увидите почему еще остался имп и вот этот немолодой человек мы справились и мы находим наш первый портал который ведет нас к желтому черепу и мы видим вот такую картину это просто прекрасно как это кому-то работает вот эти вот четыре кибердепона проснуться когда мы возьмем ключ про вас здесь вот наверху немножко соберем патронов нажмем вот этот переключатель ключ таким образом опустится и когда мы его схватим то будем прорываться переключателем нам надо нажать их все лучше всего плазма для этого подходит по очевидным причинам ой я не нажал кажется нажал так и это последний и при нажатии всех четырех ой даже здесь из четырех переключателей кибер демона умирают напоследок иди мне правда ракету выпустил ничего страшно за нами остается лишь зачистка всего этого пространство скучку и тесь а у метки давайте их тоже убьем потому что нам это нужно ну и далее соберу боеприпасы которые здесь остались и вот эту семью с фиалом по-моему еще на треки это лежат все мы выходим отсюда далее мы будем проходить снова через библиотеку и здесь снова будет небольшой бой для начала мы пустим немного ракет он туда потому что помимо как и демонов там появляются еще и тефтелины которых мы все ненавидим немножко ладно здесь много народу надо их немного оттуда отводить чтобы мы могли пройти вот так вот добьем тефтелины отлично выпустим немного ракет пока рядом нет черепушек на меня беспокоит отлично далее нажимаем этот переключатель чтобы убрать решетки с прохода однако у нас здесь есть еще секрет вот за этой книжной полкой и это синяя ключ карта и несколько врагов которые мы можем расстрелять заранее на этом уровне три секрета каждый содержит ключ карту и они все три нам нужны чтобы получить приятный бонус в конце уровня тем не менее видите всех этих холлайтов они сейчас появятся на лестнице а вот здесь появится пулеметчик и все что мы делаем это стоим с ракетой вот здесь и пускаем в разные стороны время от времени ничего сложного ну что проблема с нажатиями переключателей сегодня далее мы заходим вот сюда и вот здесь мы взяли синюю ключ карту их показывают как правило на этом уровне вот здесь мы можем видеть желтую на нее мы доберемся рано или поздно но пока что пойдем по вот этому пути здесь еще ребята и вот здесь кусочек пользования так и без пулеметчиков походим вот сюда здесь в первую очередь уничтожаем пулеметчиков наверху а далее я обычно развлекаюсь себе тем что натравливаю пеньки на паучков и жду когда них съедят но мне кажется это займет много времени на вопрос расстреляем так быстрее трона экономить нам особо незачем благо здесь валяется немножко следующее что мы делаем это нажимаем этот переключатель и вызываем еще больше монстров в частности как и демонов которых лучше вот там и оставлять знали еще зомби холлайты импы ничего сложного главное двигаться мне не взорвать ракету себе перед носом что я люблю делать а вот этих спектров например про которых я забыл упомянуть а что шо не умирается отлично заберем все оставшиеся чего немного на самом-то деле нажимаем этот переключатель заберем синюю сферу последний нажатый переключатель открывает доступ сюда это второй портал где мы возьмем красный череп и это пещеры с ветрячками мы падаем сюда первое что нужно сделать это убить из этих скеленов потому что они раздражают здесь немножко хаотично но когда знаешь что тебя ждет более-менее все проще чтобы убить пулеметчиком он там вдали броню пока что вроде бы его закрыли тушками давайте призовем холлайтов поближе к манкубусам они попадут по нему и да уже они его убьют полагаю да чудо его это раз не случилось так с этими холлайтами мы разберемся похожим образом он тут манкубус нам с ними поможет отлично пока расстреляют этих ребят тут барон я забыл про него не забыл про него главное не попасть под перекрестный огонь отлично у нас есть запасная синяя сфера их тут две на самом деле в этом зале ну ладно многообещающие да здесь тоже не забываем про племенщиков их тут много приходит достаточно позже мы разберемся с а прямо сейчас наверно с ревенантами ой с барон я бы его строил с паучком который вот здесь вот входит ой ой так не в смысле о паук обиделся на манкубуса что ж бывает интересно и он его убил а теперь он с холлайтами воюет кажется да да обычно я этого манкубуса стравливаю с холлайтами то есть стою вот здесь и холлайты по нему попадают и они воюют разыгралось немного по другому интересненько о смотрите как он старается так ну ладно нажимаем на переключатель так же как в прошлой комнате опускается красный ключ и да первым делом бежим сюда убиваем вот этого чувака так же тевтелено вон там надо поторопиться потому что да да нажмем на переключатель пока что надо торопиться потому что да вот он может у нас еще три арчвайла это было опасно и очень глупо между прочим так и еще два арчвайла здесь ну как правило пары ходят отлично ого на их много нам поделось я думал их меньше ну и холлайтов добиваем естественно а паучок неплохо поработал отлично у нас даже лишняя сфера осталась нажимаем вот этот переключатель второй собственно и мы можем покинуть это место да возвращаемся обратно во дворец и здесь тоже будет бой не такой интересный всего лишь ревенанты и пинки на их хвост просто от плазмоганин так все генератор случайных чисел прям не подрывает сегодня по поводу урона Интересно смотрится вот это вот с трупами как и демонов И это третий путь, и тут происходит вот этот Здесь мы добываем последний череп Убиваем арчвайла, он практически беспомощен А также отпинаем вот эту тифтерину Далее поднимаемся сюда Здесь будет небольшая засада Сначала мы постараемся как можно больше Иллистых скелетов убить А потом просто прыгаем сюда И добиваем оставшихся мелких ребят Так, и вот отсюда мы видим желтый ключ И вот там есть переключатель К которым можно выстрелить и откроется вот этот проход С порталом до этого ключа За этой дверью ничего интересного Всякая мелочевка Вроде пулеметчиков Имбов Обычный зомби Подганер Имбов Еще пулеметчик Имб Спектор Арчвайл Мне катастрофически везет прямо Столько раз подряд Арчвайла ошеломляли выстрелы Удивительно И вот эта комната До сих пор У меня просто нет слов Насчет нее Она потрясающе выглядит И тут будет уже достаточно массивный бой Вся комната наполнится монстрами В том числе и скелетами Которые выйдут оттуда Так И мы пройдем здесь Убьем тут хитсканеров Которые появятся Потому что они раздражают больше всего И стараемся Чтоб все ракеты От скелетов Попадали в других хребет Ну и У них Началась небольшая вечеринка Тут бой может довольно быстро пойти Не так на самом деле Но Ничего сложного в нем нет Главное не попадаться Ну думаю Пора начать стрелять Возможно даже из ракет Ой Это было зря Ну ладно Ничего страшного Дурацкий торшер Главное не застрелять Жмем этот переключатель Из шкафчика со скелетами Бывшего И получаем доступ Вот В эту секцию Здесь мы видим красный Ключ-карту Которую мы добудем чуть позже После того как Добудем последний череп И Это самое интересное Выглядящая комната На мой взгляд Смотрите Залипать не будем долго Но очень хочется Займем что этим потом Ой Да Здесь тоже кстати Не умираешь От того что упал Но это Не то чтобы прям Хорошо Потому что То место куда я телепортировался Это начало А когда здесь начнется За местом Появятся По моему Два барона И хеллайт И они могут Загрызть Ну и такое происходило Кстати Бомбая вторая Смерть на этой карте А вот Манкубус есть Не знаю Хорошая ли идея Его оставлять живых Хочется попробовать Давайте Наверное Оставим Надеюсь Не попаду Под его Шальные Фейерболы Он охраняет Синюю сферу Всего лишь И А вам пока не нужна Да Нажимаем эту кнопку Также опускается Череп Вот эта вот Большая мамочка Проснется После того как мы Возьмем ключ А также По сторонам Появится Три миллиона Как и демонов С которыми Нам надо будет Что-то сделать И этот бой Очень хаотичный Я Честно говоря Не очень Разработал Тактику Скажем так Для него Пробуем Тут постоять Пострелять Ракетами Я надеюсь Хоть кто-то Из них Заденет Паучиху И Она будет С кем-нибудь Воевать Иначе Это будет Сложно Нужно Чтобы она Отвлеклась На кого-то Возможно Нам даже Манкубус Поможет Ой Не очень Хорошая идея Здесь стоять Но Вроде как Это не очень Хорошая идея Много Понять Чем Паучиха Занята А На вою Есть С кем-то Отлично В этом случае Наверное Наверное Надо дергать Отсюда Желательно Не падать Так Она На меня Даже Не попала А Манкубус Жмёт Отлично Он все-таки Был полезен Забираем Эту штуку И Наверное Надо Убить Вот этих Ребят На случай Если я Упаду Отсюда Вот таким Вот образом Главное Еще не Проглядеть В момент Чтобы Паучиха Не Закончила Сколько Демонами И Не начала Ой Вот о чем Говорю И Не начала Целиться У меня Поэтому Давайте Найдем Удобную Точку И Расстреляем Ее Пока Она Отвлекается Отлично По это Сделали И добьем оставшихся. И мы можем наконец-то спокойно полюбоваться, наверное, на архитектуру этого места. Оно шикарное. Я не знаю, почему оно мне так нравится, но оно очень красиво сделано. Нажимаем эту кнопку, чтобы открыть выход. И выходим из этого проклятого, но красивого места. Итак, по поводу красной ключ-карты. Здесь есть переключатель, в который нужно выстрелить. Попал его? Да. Так, ну и все. Мы убегаем отсюда. Проход к красному ключу открывается вот здесь слева. Все. У нас теперь есть все шесть ключей. И мы можем двигаться к финальной битве. Но здесь появится как и демон. Кибер-демон, то есть, простите. А также вот эти ребята. Ну, это довольно большая арена. Мы просто будем все поливать плазмой. И все со временем поверет. Ладно, я не допустить. Ой-ой-ой. Было опасно, кстати. Я мог телепортироваться прямо в тот момент, когда он в меня целится. Ну ладно. Мне повезло. Ладно, я не допустить, чтобы тут было слишком много черепушек. Но они могут конкретно помешать. Там как в E2M8 в оригинальной игре. Отлично. Уверемся, что здесь осталось. Вот этот рычаг нам поможет выбраться отсюда. А, я забыл про эту засаду. Засаду, то есть. Спекторов, по-моему, не так много. А нет, еще есть. Ой! Что ж такое-то? Надеюсь, это все. Из-за цветовой гаммы спекторов здесь вообще не видно. И... Да, получается вот так. Ну да ладно. Ничего страшного. Здесь будет двор Челайланд. Ладно, пофигу. Мы подлечимся на... Перед финальным боем. Все будет нормально. Наверное. Так, используя все три черепа, мы открываем эти ворота. И проходим вот на эту. В этот прекрасный-прекрасный зал. Очень красивый. И... Вот это. На полу видно, что тут требуются все шесть ключей. И нажав на этот переключатель, мы получим доступ к этим вкуснежкам. БФГ тут. Крайне желательно. Не то чтобы это очень сложный бой, но... Опять же, тут все очень быстро может пойти не так. Очень много синих сфер. Ну, не будем оттягивать неизбежное. По старой доброй традиции, избавимся сначала от... Хит-сканеров. Так, ладно. Тут уже слишком много народу. Не хотел слишком много плазмы тратить, но... Ой. Ладно. К черту. Слово о том, что может пойти не так. Странно. Обычно в самом начале боя мне хватало времени, чтобы из ракеты расстрелять половину местного населения. Но... Что тут слишком тесновато. Сегодня. Так. Сейчас должны быть кибердемоны. Я их ожидаю. Они, по-моему, на таймере все-таки. Потому что вместе с ними еще и кое-кто появляется. А, вот и они. И вот и они. Так. Ладно. К черту. Я их еще закончил, как в прошлый раз. В прошлый раз я умер после того, как... Ой, а это плохо, кстати. У меня не осталось энергоячевик. Это отвратительный. В прошлый раз я умер после того, как убил аршивайлов. И даже нет кибердемонов. Я просто не успел добежать до неуязвимости. Это было обидно. Окей. Придется... Или долго и осторожно убивать их из супердобовика, или в стиле первого дума из ракетницы. Этому должно было достаться от БФГ. Я отвратительно ее использовал против кибердемона. Мало от нее урона получил, мне кажется. Проблема в том, что их два, и... Следить за обоими сложновато. Может, ракета прилететь от второго, когда я даже не вижу его. Отлично. Я знаю, что это скучно, но... Я не хочу за кончиках в прошлый раз... ...потерять полчаса своей жизни. Наверное, да. Супердобовика будет быстрее и веселее, мне кажется. Отлично. Отлично. Да. Всех убили, все нашли. И даже остались живы. Ну, чтобы покинуть этот зал, нужно... И, в принципе, уровень. Нужно нажать все эти переключатели. О! Третьи попытки. Это был прекрасный уровень. Серьезно, с визуальной составляющей, с музыкальной... Бои тоже шикарные. Третьи попытки. Нет слов. Я не знаю, почему здесь играет стоковая музыка из Doom 2. Потому что здесь есть... Кое-что повеселее. И давайте я буду все это говорить не на фоне вот этого... Зрелища, а... Вот здесь. Давайте все-таки проснемся. Да. Пойдем на улицу. Пойдем на улицу. А тут уже утро. И Дейзи. И... Титры для... Классных ребят. Музыкантов и плейтестеров. Ну, и также благодарность за то, что мы во все это поиграли. И да, мне, если честно, хочется выразить благодарность за то... За все вот это вот, за то, что это все сделано. Действительно отличный уровень. И с визуальной точки зрения, как я уже говорил, да... Вроде все в одном стиле, но все по-разному выглядит. Очень разнообразные арены. Да и, в принципе, места. Библиотеки какие-то сюрреалистичные. Всякие места вот с этими вот... Я опять забыл, как этого художника зовут. Но очень похоже. Вот где вот Кибердемон был и... Тот торшер, который меня чуть не убил моей же ракетой. Картины в похожем духе рисовал. Я уж не вспомню, наверное. Ну ладно. Надеюсь, мне в комментариях кто-нибудь напомнит. Я сам посмотрю после этого. Неважно. Уровень сам по себе несложный. Очень приятно играется. Да, тут есть моменты, которые там могут вызвать... Некоторые затруднения. Но это не... Идиотская какая-то сложность, да, Которая там... На грани абсурда. Это все вполне решабельно. Все вполне... Играбельно, скажем так. Да. Очень рекомендую. Он, по-моему, недавно вышел. Зацените, поиграйте сами. Это отличный опыт. Ну и я надеюсь, что... Все вам понравилось. Спасибо за просмотр большое. Я планирую побольше снимать про Бумдула снова. Потому что последний раз, по-моему, мастер уровней были. И с тех пор много что появилось в зоне интереса. Так что посмотрим. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова